В белорусских лесах нашли рисунки пришельцев. Кто оставил загадочные портреты? Люди инопланетяне. План мироустройства или доисторический снимок из космоса? Первая карта Башкирии выполнена 100 тысяч лет назад. Следовательно, они обладали технологиями, эти разумные, я надеюсь, существа, которыми мы не обладаем. Метеорит, упавший в Калужской области, принёс на Землю иную форму жизни. Я этот камень достаю, а у него белая паутина. Феномен синь камня из Подмосковья. Что заставляет его двигаться без посторонней помощи? Камень, раздвигаясь под озеро, он выползает на берег. Таинственные следы ставят учёных в тупик. Как отпечатки ступней современного человека попали в Мезозойскую эру? На них изображен небольшой след женской стопы. Уникальная каменная библиотека. Как расшифровать послания из прошлого? Итак, разбросанные по всему миру артефакты выстраиваются в некий замысловатый рисунок. Тайны мира. Артефакты прошлого. Загадки и истории. Здравствуйте, я Анна Чапман. И сегодня вместе с вами мы расследуем одно из самых таинственных явлений нашей жизни. Уникальную находку обнаружили краеведы из Белоруссии. Группа энтузиастов уже не первый год занимается восстановлением истории авиации первых дней Великой Отечественной войны. Во время проверки одной из версий краеведы натолкнулись на очень необычный камень. В августе 2012 года геологи Белоруссии обнаружили в лесу Щучинского района необычный валун. На нем высечены древние изображения человеческих фигур. Местный краевед Владимир Мирчук был одним из участников этой экспедиции. Именно он и заметил странный камень на дне оврага. Давай мы эти валуны осматривать. Оп, вроде крестик с этой стороны, с тыла. Точно, давай-ка посмотрим, что с этой стороны. Что-то есть. Вылили воду, немножко подкопали. Да, там изображение человека, силуэт. И мы его давай достали, уже почистили, облили водой. Исследователи выдвинули различные версии происхождения загадочного изображения на камне. Удалось установить, что рисунку около шести сотен лет. Историки предположили, что это одна из самых первых каменных икон на территории Белоруссии. Однако есть одна деталь, нетипичная для христианской иконографии. Одинаковый жест у всех трех фигур. Кроме этого, экспертов смутило изображение ног. Они похожи на хвост рыбы или ящера. А что означают круги над головами? Почему они так явно напоминают космический скафандр? Исследователи выдвинули версию, что обнаруженный камень – это свидетельство палеоконтакта. Такое название получило гипотетическое посещение нашей планеты в далеком прошлом разумными представителями внеземной цивилизации. Как говорится, люди инопланетяне в память, что были когда-то такие, типа скафандры. А ездишь вот в мире, в Африке, в Южной Америке, да, есть на скалах выбитые, что тоже в куполах они были в этих, типа в скафандрах. Историк Валерий Чудинов считает, что изображение на камне гораздо более древнее. На белорусском валуне можно увидеть не только загадочную картину, но и не менее таинственный текст. Все дело в том, как расположены фигуры, высеченные в камне. Здесь мы видим как бы голову человека, над которым нимб и человек вроде руки простер. Вот это может быть принято за букву Я, тогда как вот эта вот часть может быть принята за букву Р. Две буквы Я и Р образуют имя славянского бога Яр. Я вообще удивляюсь вот этому делу. Когда мы находим вот такие вот образования, вот там скляров, вот пирамиды и вот эти постройки, они сделаны неизвестным нам образом, так? И значит, там есть такие кривые поверхности. У нас есть много находок, где мы видим кривые поверхности построены, они построены зачем-то. Зачем? Следовательно, они обладали технологиями, эти разумные, я надеюсь, существа, которым мы не обладаем. Шесть лет назад уникальную находку забрали для изучения в лаборатории МГУ. Результаты исследований до сих пор не опубликованы, а карту создателя больше никогда не показывали публике. Доступ к артефакту закрыт, но нашей программе удалось получить небольшой фрагмент карты Творца. Теперь у нас есть возможность узнать, из чего и как она сделана. Это доломит, первая стадия мраморизации, об этом говорит, вот эти сколы, которые имеют раковистый ядлон. Здесь сделано каким-то разумным существом. Каким-то образом это разумное существо эту поверхность вот так вот обработало. Причем степень обработки очень хорошая. Каким же образом на камне, которому больше ста тысяч лет, возникла карта Башкирии? Полное описание уральских гор создано только в 21 веке. Почему же оно полностью совпадает с древней схемой, выполненной в камне? И кто автор этой доисторической карты Творца? Смотрите далее. Можно ли просчитать траекторию синь камня, который загадочным образом перемещается в окрестностях Плещеево озера? То есть двигался он по направлению к своему родному дому. Краеугольный камень – одно из мировых религий. Почему миллионы людей хотят его увидеть? Напоминание о том, что люди сперва жили в районах. Кто оставил человеческий след в Емисозойской эре? Оставил след. Четятку и преступник оставил. Его пытались сбросить с горы, закопать и даже утопить в озере. Однако, несмотря ни на что, он остается на своем историческом месте уже много тысяч лет. В древности люди верили, что в этом камне на берегу Плещеево озера заточена душа какого-то языческого божества. Именно поэтому 12-тонная глыба каким-то необъяснимым образом способна перемещаться с места на место. Сюда, к Плещеево озеру, каждый день приезжают десятки паломников. Все эти люди хотят прикоснуться к знаменитому святилищу древних славян-язычников – синь камню. И, по вере, вот такие вот они и хранятся в истории. Считается, что прикосновение к камню, излечивая каких-то болезней, так исторически сложилось. Синь камень получил такое название, потому что после дождя его поверхность на солнце переливается синим цветом. Но удивительно не это. Камень самостоятельно двигается. Когда-то он лежал на берегу Плещеево озера. Дело было зимой. Подрузили камень на сане и повезли по льду через Плещеево озеро. Лед вдруг проломился, и телега с камнем начала тонуть. И камень затонул. И затонул он на глубину 4,5 метра. Про камень забыли, но очень скоро местные жители заметили – он пришел в движение. Местные рыбаки, они отмечали такую особенность, что камень вот каждый год медленно продвигается по дну озера. И через 60 лет происходит такое знаменательное событие. Камень, продвигаясь по дну озера, он выползает на берег. Двигался он по направлению к своему родному дому. В это трудно поверить, но 12-тонная махина без посторонней помощи переместилась на 600 метров и продолжает двигаться. Художник Анна Устаева утверждает – камень словно отталкивает тех, кто может встать на его пути. Друг Анны однажды решил забраться на загадочный валун и моментально получил сверхъестественный отпор. Пули просто от него отлетают на несколько метров. Я говорю, что случилось? Да, говорит, камень меня так током шибанул, как будто вот 220. Девушка уверена – этот камень ведет себя как живой организм. Ведь не зря когда-то древние славяне называли его Перун-камнем. Считалось, что в нем заключено воплощение земной ипостаси Перуна – бога молний и огня. Любомир Дионис, последователь языческого культа, называет себя волхвом. Синь камень для него и других язычников – святыня. И такой камень не единственный под Переиславлем Залезским. В древности вокруг этого города был создан целый защитный пояс из священных камней. Если есть где-то камень, следовик или чашечник, где есть место поклонения, можно предполагать, что рядом есть и другие камни, которые создавали все вместе, и вместе с курганами, могильниками, которые там были, некий единый комплекс ритуальный. Сейчас это место стало популярным у туристов, и многие паломники пытаются отколоть фрагмент камня на память. Любомир уверен – такие действия могут не на шутку разозлить дух этих мест. Потому что люди оскорбляют это живое существо, да, они отщипывают от него по кусочку. Представьте себе, если бы от живого человека отщипывали по кусочку, что он будет делать? Он будет прятаться. Причем тут энергетика, да? Он ведет себя как живое, разумное существо. Он пытается избавиться от боли и страданий, которые ему причиняют люди. Их священные тексты запрещают поклонение любым идолам, даже изображение пророков вне закона. Тем не менее, миллионы мусульман стремятся в Мевку, где находится святая святых ислама, священная Кааба с черным камнем. Кааба – это куб в мечети Масджит Аль-Харам. Есть легенда, что огромный куб – это первое помещение, которое было возведено мусульманами для молитв. Это таинственная постройка, финальная точка хаджа, паломничество, которое раз в жизни должен совершить каждый правоверный. В одной из стен священной Каабы есть черный камень, обрамленный массивной серебряной оправой. Прикосновение к нему для паломника считается большой честью. Первым, кто вмонтировал в Каабу этот камень, является наш отец Адам, который вмонтировал по воле Всевышнего, когда этот камень принес ему из рая архангел Гавриил. Об истинном предназначении черного камня существует несколько преданий. Одно говорит о том, что этот священный предмет Адам получил от Аллаха в наседание и напоминание о райских садах. Другие утверждают, что его коснулся тростью сам пророк Мухаммед. Мы можем только предположить, Коран нам не дает четкого ответа, для чего этот камень нужен был. Возможно, этот черный камень как напоминание о том, что люди сперва жили в раю. Как известно, Коран не допускает изображений пророков и поклонения им. И черный камень можно считать единственным священным предметом для всех мусульман. Стопроцентный смысл, конечно, знает только сам Всевышний. Коран об этом умалчивает. Историк религии Алексей Юдин считает, еще в древности люди заметили, что некоторые камни обладают необычными свойствами. Здесь какая-то уже другая роль и специфика камней. Но они, конечно же, присутствуют самым знаковым и видимым образом в религиозной жизни практически всех религий. Деревня Бобры в Белоруссии. Здесь, во дворе местной церкви, нам показывают необычный артефакт. Древний камень с отпечатком босой человеческой ноги. Одной ногой опирался, а другой отталкивался. Вот и оставил отпечаток пятки и ступни. Отпечатки ступней могли появиться на валуне, когда он был еще мягкой глиной. Но в то время по земле еще ходили динозавры. Камни-следовики известны с древних времен. Они были найдены на разных континентах, и в Азии, и в Африке. Также и в Белоруссии было найдено более 30 камней-следовиков. На них изображен небольшой след женской стопы от 34 до 36 размера. Этот каменный артефакт хранится во дворе при храме. Местные жители считают, что камень обладает сверхъестественной силой, лечит бесплодие и приносит счастье в семейной жизни. Люди на самом деле исцелялись и приносили, как я уже говорила, рушники и различные амулеты, символы, либо отлитые из серебра, либо золота, те части тела, которые вылечивал данный камень. Смотрите далее. Гости из космоса. Где искать следы загадочных метеоритов? Летел, летел шибко. И полетел в ореху. Возможно ли неорганическая форма жизни? Калужский феномен опровергает теорию эволюции. Я этот камень достаю, а у него белая паутия. Послание из космоса. Как расшифровать секретный код инопланетных цивилизаций? Сначала я не мог понять, к какому они языку принадлежат. В старых русских сказках богатырь, прежде чем отправиться на подвиги, оказывается на перепути трех дорог. И принимает решение, куда идти перед камнем. Современные исследователи считают, что наши предки действительно оставляли на камнях послания, в которых объясняли происхождение и назначение каждого сакрального артефакта. Современные исследователи тоже не оставляют попыток объяснить происхождение самых загадочных артефактов на планете. Одна из версий – камни с необычными свойствами на самом деле пришельцы из космоса. Исследователь аномальных явлений из Латвии Тотис Нейбергс утверждает, что большинство сакральных камней на нашей планете выполняют функцию энергетического сканирования местности. Камни ставили для того, чтобы точно определить структуру или матрицу этого места. 7 октября 1996 года на юго-западе Калужской области раздался сильный взрыв. За несколько часов до этого люди видели в небе светящийся шар. Исследователи утверждают – на Землю упал огромный метеорит. До сих пор местные жители находят под ногами странные камни неизвестного происхождения. Они светятся в темноте и обладают необычной энергетикой. Чтобы убедиться в этом, съемочная группа программы «Тайны мира» отправляется в село Жиздра Калужской области. По одной из версий, метеорит упал недалеко от этого населенного пункта в лесу. Галина Андреевна Володина хорошо помнит тот день. Левая сторона была черная, и с правой стороны дуплом она горела. И там она горела, вот, дупло горит волнами. Женщина вспоминает – все жители села выбежали на улицу. Огромный светящийся шар пронесся над домами и скрылся в лесу. Он как летел, летел шибко. И полетел в ореху, и там спустился. В Саджизре я заметил шар примерно диаметр 15-20 сантиметров. И вдруг он исчез. Начал падать, падать, падать. На следующий день после взрыва местные жители обнаружили у себя на участках странные камни. И расцветка у них была, ой, какая красивая. И ярко светились. Ну, это, видно, влага ушла. И поэтому они меньше блестят. Ну, вот видите, это, что-то там, кристаллы. Вера Сенцова принесла домой осколки метеорита. Разложив их на столе, она поняла. Камни представляют собой своеобразную мозаику. Женщина попыталась их соединить, и оказалось, что осколки по своим граням подходят друг к другу. Но больше всего ее внимание привлек вот этот, самый крупный камень. Она положила его отдельно от других в бидон. А утром не поверила своим глазам. Утром стала, ну, доставать его. Раз туда, а там голубой воздух. Ну, такой прозрачный, ну, голубизна такая. Я аж думаю, что я не проснулась, и что глютики у меня, что ли? Я говорю, Денис, ну-ка посмотри. Что ты видишь? Туман, говорит, в этом, ну, в бидоне. Я говорю, какого цвета? Голубой. Вера Федоровна решила внимательно рассмотреть камень и заметила на одной из граней тонкую белую паутинку. Она словно пульсировала и постепенно увеличивалась в размерах. Я этот камень достаю, а у него белая паутинка. Эти паутинки он втягивает в себя. Где первоначально он сидел, белые точечки. Вот как он смещается. Как его посмотрели, на свету он побыл, всё, он завтра будет уже в другом месте. Вера Сенцова уверена, этот камень принёс на Землю иную форму жизни. Она относится к осколку метеорита, как к живому существу, и прячет его в специальной ёмкости. Женщина не знает, к чему приведёт этот эксперимент. Но надеется, что когда-нибудь учёные смогут определить, что за существо прилетело к ней из космоса. В 15 лет сидит, не ест, не просит, не пей, не просит. Простёт себе и всё. И я боюсь, что наш кислород ему не особо подходит. Так я его вот сдержу. Но что-то выделяет он. Пластмасса не хочет отцена. Не выдерживает испарений. Разрушается крышка. И запаковываю в темноту его. И пусть растёт. Пока его не изучит. Этот камень Вера Фёдоровна бережёт и почти никому не показывает. А вот другие осколки из своей коллекции женщина уже отдавала на экспертизу. Учёные сделали вывод. Они действительно метеоритного происхождения. Чтобы убедиться в этом, мы взяли у Веры Сенцовой несколько камней. Наш эксперт-геолог Александр Солёный вынесет свой вердикт. Силикаты есть вот здесь. В кандритах. Силициума-2. Там очень большое количество силициума-2. 3% углерода и 20% воды. Это говорит о том, что Вселенная, когда образовывается, вот же прилетел. Если метеорит, о-о-о, откуда-то. Может, даже не с поезда астероидов. Но если камни из Калужской области метеоритного происхождения, то как объяснить присутствие на одном из них пульсирующей белой паутинки? Каким образом живому организму удалось выжить во время перелёта в открытом космосе? Мы показали видео этого камня нашему эксперту. В пользу метеоритов можно сказать, что если бы он лежал на столе, то есть много признаков, которые относятся к его метеориту. То, что он необычный даже там на экране, это стопроцентная гарантия. Это известный факт. Раз в год на Землю обрушивается метеоритный дождь. Но космический осколок, который нашёл кандидат технических наук Сергей Сухинов, по-своему уникален. Вот моя первая находка. Вот этот камень, который я нашёл в октябре 1995 года. Смотрите. Вот относительно гладкая поверхность. Видим, это поверхность внешне этого большого болида. В это трудно поверить. Но на камне обнаружились рисунки и надписи на языке, которому нет аналогов на Земле. Люди никогда не использовали такие знаки при письме. Это около 100 метров. От первой находки я нашёл второй камень. Но самое главное, что на нём находятся те же самые знаки, провода, что и на первом камне. Около тысячи знаков я обнаружил. Сергей Сухинов утверждает, это не просто метеорит, а зашифрованное послание пришельцев. А вот знаки, первые знаки, которые я обнаружил на камнях. Сначала я не мог понять, какому они языку принадлежат. Потом я понял, что большая часть знаков принадлежат древнеегипетскому письменности. Кандидат технических наук уверен, что на одном из камней изображена микросхема. Ровные квадраты, прямоугольники, равносторонние треугольники и кресты одинакового размера, словно бы сделанные одним штампом. Примерно сотня крошечных квадратиков с точкой внутри. Именно так выглядят современные печатные платы с наноэлементами при большом увеличении. Эти были как божеские компьютеры. И камни были сделаны, и эти круги, чтобы понять, как какая-то программа работает. И как в этой программе через какой-то камень ходить. И вот это был основной принцип их работы. Смотрите далее. Осколок инопланетной технологии попал в руки ученых. Из чего строят межзвездные корабли? Возможно, этот объект являлся каким-то неземным летательным аппаратом. Братство камней. Кто его создал? И можно ли восстановить древнюю глобальную сеть? Их обычно ставят на пересечении разломов подземных рек. Стражи подземелий. Как выглядят обитатели тайного мира? Лесо человеческое, ну, непонятно. Понимаешь, шеи нет, оно все совместимо с плечами. Но иногда археологические открытия вызывают трепет даже в среде ученых. Так было, например, с крымскими мегалитами. Рядом с ними исследователи обнаружили необъяснимое сооружение. Экспедиция программы тайны мира отправилась в Крым для того, чтобы обследовать древнейшие строения у побережья Черного моря. Исследователь Антон Анфалов ведет нас в ущелье Алимова-Балка. Именно здесь находится врытый вертикально в землю каменный столб Менгир. Их обычно ставят на пересечении разломов подземных рек. То есть тут есть однозначно подземная река. А по нашим данным идет туннель огромный, магистральный. Эта древняя обсерватория построена много тысяч лет назад. Но только в нашем веке здесь стали происходить загадочные события. Туристы и местные жители утверждают по ночам в Алимовой балке можно увидеть странное существо. Из этого Менгира выходит существо. Жительница города Алушты Валентина Никитина встретила загадочное существо. Всего в нескольких шагах от этого Менгира. А он начал с ней телепатически общаться. То есть она услышала как бы там поток мыслей в голове, голос. Это был получеловек, полуящер. По ее описанию метр двадцать, метр тридцать максимум, может меньше. У него хвост был, кожа чешуйчатая, коресневатая, зеленоватая такая. Ящероподобное существо, с которым сталкивались туристы, судя по их рассказам, с легкостью читает человеческие мысли. Лесо человеческое, но непонятно. Понимаешь, шеи нет, оно все совместимо, с плечами, и ноги такие длинные. И что меня еще поразило, что он на мои вот эти мысли, которые у меня, он их читал и говорил наперед. Местные жители считают, что существа, которых встречали рядом с Менгиром, представители другой цивилизации и находятся здесь для того, чтобы охранять таинственный артефакт от людей. По одной из версий, Менгир это точка входа в информационную сеть, которую построили за тысячи лет до нашей эры. Если мы в это место поставим какой-то камень, у которого не было никакой энергии, просто он был нейтральный, он будет в эту систему идти и работать. Каменные сооружения особой формы стоят на разломах земной коры, которые могут передавать волновые вибрации на десятки тысяч километров. Таким образом, сигнал, отправленный, скажем, из Австралии, через секунду будет получен в Лондоне. Ведь разломы земной коры пронизывают всю планету. Это своего рода доисторический интернет, которым современные люди не умеют пользоваться. Странный артефакт нашли на Кольском полуострове. Там, по рассказам очевидцев, в 60-х годах произошло крушение НЛО. Исследователи считают, что металл, из которого состоит эта загадочная пластина, возможно, имеет инопланетное происхождение. Но самое удивительное, на ее обеих сторонах нанесен рунический шрифт. Вот он, тот самый скандальный известный артефакт. Это не золото, но житель Перми Николай Суботин прячет его от посторонних глаз. Возможно, этот объект являлся каким-то неземным летательным аппаратом. На такое сенсационное заявление у Николая есть серьезное основание. Он уверен, пластина состоит из чистого вольфрама без примесей. В земных условиях изготовить такой образец чрезвычайно сложно. К тому же осколок неизвестного металла был найден при таинственных обстоятельствах. Местные жители на Кольском полуострове в районе поселка Кандалакши наблюдали пролет какого-то светящегося объекта. Потом они наблюдали взрыв и как они описывают от падения этого объекта в тайгу. Это произошло в 1967 году. Через 30 лет к месту падения странного объекта отправилась экспедиция под руководством Эмиля Бачурина. Именно он обнаружил на месте взрыва этот странный предмет. Возможно единственное доказательство существования инопланетных цивилизаций. В разных странах происходили наблюдения НЛО. Эти наблюдения в основном проводились военными, поскольку НЛО часто появлялись в местах, где проводилось испытание новых типов вооружений. Почти 20 лет артефакт хранился у Эмиля Бачурина. Перед смертью он передал его другу Николаю Суботину, надеясь, что тот найдет истину. Николай хранит обломок НЛО дома в самодельном саркофаге. Возможно от него идут какие-то вредные излучения и мы его изначально сразу в ящик железный поместили, чтобы покранировать. Нам удалось убедить Николая Суботина провести научную экспертизу обломка. Вместе с ним отправляемся на кафедру твердого тела Пермского государственного университета. Что вы можете сказать о нем? Похоже на вольфрам газофазный фторидный. Профессор Волынцев пытается понять мог ли этот обломок быть деталью звездолета и выдерживать сверхсветовую скорость. Вот эти пупырышки были сняты механической обработкой электроэрозионной обработкой. Чтобы детально исследовать состав образца от него необходимо отколоть кусочек. стандартная осадочная структура. Это могла быть деталь вообще сложная с полостями внутренними. Была еще одна конфигурация. Вот еще один элемент. Результаты экспертизы ошеломляют. Это действительно вольфрам чистотой 99,9%. Неужели перед нами деталь инопланетного корабля? Смотрите далее. Тайна перуанских камней. Кто описал неизвестную историю человечества в картинках? Человек, но какой-то не очень понятный. В общем, человека птицы какие-то. Они живут в долине смерти. Что пишут ползущие камни в Америке? Эти камни имеют сверхъестественное происхождение. Если соединить все артефакты мира воедино, возможно, мы получим ответ на главный вопрос человечества. Все являются неким связующим звеном между реальностью и иным миром. камни камни на планете были найдены в конце 80-х годов 20-го века. Таинственные рисунки на камнях озадачили археологов. Да, тут не совсем даже понятно. Это человек, но какой-то не очень понятный. То ли птички какие-то, в общем, человека птицы какие-то. Вот тоже интересно. Видите, человек едет на каком-то живом существе. Это явно не лошадь. Историк Андрей Жуков уверен, сцены, представленные на этих камнях, раскрывают жизнь неизвестной цивилизации. Изображение вот динозавров, вымывших млекопитающих, сложнейших операций, летательных аппаратов, индейцев с подзорными трубами, наблюдающих астрономические явления. Люди летают верхом на механических птицах, охотятся на динозавров и используют древних рептилий в качестве домашних животных, наблюдают за звездами и делают операции по пересадке внутренних органов, в том числе сердца и головного мозга. Библиотека бумажного хранилища, библиотека каменного хранилища. Эта библиотека была создана сотни миллионов лет назад предыдущим человечеством, которая знала о грядущей катастрофе глобальной по всей земле, готовилась к этому и нанесла, сделала своего рода энциклопедию. Своё название камни получили в честь небольшого городка Ика, расположенного как раз неподалёку от пустыни Наска. Исследователи выявили закономерность в системе рисунков. Все изображения группируются в серии от 6 до 200 камней, образующих своего рода каменную библиотеку. Рассмотреть 5 камней это уже где-то 50 рисунков. Это уже огромнейшая статья будет. Ну а если камней там 20, рассмотреть это уже монография. Вот так наши предки изображали. Вот, посмотрите, какое великолепное изображение. Первые упоминания о камнях Ики со странными изображениями животных встречаются ещё в хрониках 16 века. На данный момент найдено около 30 тысяч рисунков, которые не поддаются расшифровке. Южная Америка, Россия, Великобритания, Армения, Китай, Аравийский полуостров. Везде есть места, в которых находят таинственные камни. Местные жители уверены, эти артефакты имеют внеземное происхождение. Но что скажут исследователи? Известный американский фотоархеолог Джозеф Скиппер обратил внимание на несколько последовательных снимков, сделанных навигационной камерой спутника за 4 дня пребывания на Марсе. Невероятно, но пейзаж поменялся. Камни Красной планеты на фотографиях находятся в разных точках, а за ними вполне заметные следы на марсианском грунте. Тем временем аналогичное явление вот уже 50 лет наблюдают в Соединенных Штатах Америки. Здесь сотни камней без посторонней помощи передвигаются по дну пересохшего озера Рейстракплая. Очень много в разных традициях описания камней, которые дышат, которые передвигаются, перемещаются, изменяют свое положение в пространстве и во времени, то есть живут своей жизнью. Для монотеистических религий, да и для большинства других религий, данные артефакты это артефакты сверху, они просто даны. Камень в данном случае это данность. Не просто люди избрали какое-то оптимальное место, какую-то определенную форму и так далее. Эти камни имеют сверхъестественное происхождение. Исследованием этого феномена занимаются ученые всего мира. Профессор университета Сан-Хосе Пола Мессина прикрепила к движущимся камням датчики GPS, и в течение нескольких лет отслеживала перемещение 162 валунов. Ей удалось сделать несколько открытий в геологии и даже защитить по теме камней диссертацию. Основная версия была в том, что на камне действуют несколько сил. Скользкая почва и сильный ветер. Да, причем, видите, петлю сделал. Значит, вот он шел отсюда, потом сюда, потом сюда, потом в обратную сторону, и вот опять туда. То есть, это очень похоже на направление дуновения ветра. А тут еще один камень был, поменьше. Видите, он тоже какой-то путь прошел, и во что-то уперся, и дальше он не идет. Однако дальнейшие исследования камней учеными из США и Южной Америки не подтвердили теорию о воздействии ветра. Во-первых, некоторые камни слишком тяжелы для таких перемещений, а во-вторых, многие из них двигаются против ветра. Камни то ползут по своим уникальным маршрутам, то поворачивая, то снова двигаясь к середине озера. Судя по направлению перемещения этих камней, они подвержены какому-то процессу типа магнитного поля, но не магнитного, а другого поля, которое человечеству неизвестно. И это поле, оно движется и камни в каких-то направлениях. Исследователи считают, по ведению камней из долины смерти есть объяснение. Волуны на дне Калифорнийского озера чертят замысловатый рисунок. Быть может, когда они остановятся и закончат работу, мы увидим ключ, с помощью которого сможем наконец прочитать огромную библиотеку камней, разбросанных по всему миру. Не так давно исследователи обнаружили один очень интересный документ конца 16 века. В древней рукописи утверждалось, что первыми, кто пришел на Соловки, были отшельники с большой земли. В 1432 году они построили на острове деревянный монастырь, который неоднократно горел. А через полторы сотни лет здесь уже стояла каменная крепость, построенная из огромных валунов весом до 10 тонн каждый. Однако на Атласе Московии, составленной английским географом Антонием Вудом в тот же период времени, на Соловецком острове в миниатюре изображена не монастырская крепость, а комплекс древних каменных культовых сооружений с храмом, который был подобен легендарному храму в Стоунхенджах. По-видимому, географ не был осведомлен о строительстве большого христианского поселения на Соловках, но прекрасно знал о том, что было на Беломорских островах до прихода туда отшельников. В связи с этим можно сделать предположение. монахи не были первыми обитателями Соловецкого архипелага, но пришли туда целенаправленно, возможно, зная, что эта островная земля имеет таинственную и священную силу. Общеизвестно, что все древние монастыри и храмы стоят на месте более древних языческих святилищ. В том числе и Соловецкий монастырь как раз располагается на острове, где в доисторические времена были какие-то культовые комплексы тех людей, которые жили много тысяч лет назад. Райское место в Беломорье часто упоминается в трудах древних историков. Аристея, Гомера. 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 Встреча. Гомера. Встреча. Гомера. Встреча. 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 Была, так сказать, освободена льда где-то порядка 12-13 тысяч лет тому назад. И с тех с того момента времени мы можем говорить о том, что тут могли быть природные какие-то процессы и какая-то деятельность человека именно с этого момента времени. Но потом случилась катастрофа. Что же это могло быть? Одна из гипотез – произошло резкое изменение земной оси на 11 градусов. Это критическое показание для цивилизации, существующей на побережье, так как подобное смещение неизбежно сопровождается гигантской волной цунами. Подобный природный катаклизм вполне мог привести к гибели райской страны в Беломорье. Затем, как следствие смены климата, и те, кто выжил после цунами в высокогорных областях, наверное, были вынуждены после такого поворота событий, в прямом и в переносном смысле, начинать свое развитие, начинать свою историю едва ли не с чистого листа. С тех пор крайний север – это очень суровая и неприступная земля. Земля, которая хранит свои тайны. Эти тайны вот уже много десятилетий пытаются разгадать ученые, философы, географы. Особенно их внимание привлекает Кольский полуостров и острова Белого моря. 19 февраля 1923 года Петроградская «Красная газета» сообщила своим читателям сенсационную новость. Профессор Барченко открыл остатки древнейших культур, относящихся к периоду более древнему, чем эпоха зарождения египетской цивилизации. Действительно, в 1921 году на Белое море и на Кольский полуостров была отправлена особая экспедиция под руководством нейрофизиолога Александра Барченко. Задача экспедиции провести исследование загадочного заболевания в самом центре русской Лапландии мерячения, то есть состояния массового гипноза, которым были поражены достаточно большие группы местного населения. До сих пор эта экспедиция вызывает много вопросов. Еще на стадии подготовки она получила финансовую поддержку от самого Феликса Дзержинского, несмотря на разруху и голод, царивший в стране после Гражданской войны. Данное обстоятельство позволяет предположить, что у экспедиции вполне могли быть некие секретные цели, до сих пор неизвестные исследователям. Удивительные открытия начались уже с первых дней. Направляясь к Сейдозеру, участники экспедиции нашли в тайге массивный прямоугольный гранитный камень. Поразительно правильная форма не вызывала сомнения в его искусственной обработке. Более того, камень оказался ориентирован по сторонам света. У Сейдозера местные жители Лапари показали ученым один из ходов, который вел куда-то под землю. Но участники экспедиции не смогли проникнуть туда из-за внезапно возникшего чувства ужаса. Вот что записал в своем дневнике астрофизик Александр Кандиай. В одном из ущелья мы увидели загадочные вещи. Желтоватая белая колонна вроде гигантской свечи. Рядом с ней кубический камень. На другой стороне горы с севера видняется гигантская пещера на высоте двухсот сажен и рядом нечто вроде замурованного склепа. Но больше всего поразило изменение психического состояния людей, оказавшихся вблизи древних сооружений. Их вид почему-то приводил членов экспедиции в состояние безотчетного ужаса. После возвращения в Петроград Барченко сделал заявление, что ему удалось обнаружить останки древней цивилизации. Что, скорее всего, это райская страна Ирий, упоминаемая в древних преданиях славян. При этом ученый ничего не сообщил о мерячении, той самой болезни, которая поразила местных жителей. Были засекречены и другие сведения, добытые экспедиции. Петроград Барченко сокращение сверхмощной энергии. Вполне возможно, что источники этой мощной энергии они черпали из радиоактивных материалов, сокрытых в земле Кольского полуострова. И таким образом мы подходим к раскрытию загадки самой первой научной экспедиции по русской Лапландии Александра Барченко. Не исключено, что он искал ответ на вопрос, действительно ли владели древние гиперборейцы с секретом расщепления атомного ядра. И в этом случае становится ясной поддержкой этой экспедиции органами УГПУ и лично Феликсом Дзержинским. Это всего лишь предположение. Обрабатывать и перемещать огромные гранитные глыбы невозможно было без мощного источника энергии. Тем более создавать культовые сооружения немыслимых размеров, останки которых постоянно обнаруживают в Беломорье. Кузовские острова. Они являются частью Соловецкого архипелага и расположены всего в 100 морских милях от Кольского полуострова. Это гряда из 16 небольших островов в Белом море. На одном из них, острове под названием Чернецкий, экспедиции Российского географического общества было обнаружено сооружение явно рукотворного характера. Что это? Гигантский каменный трон Верховного Жреца? Интересно, что сооружение имеет в основании форму шестиугольника. И если с него наблюдать за движением Солнца, то оказывается, что небесное светило вскоре после восхода проходит точно по вершине здешней сопки. Возможно, в древние времена сюда приплывали люди для проведения особых ритуалов. Это единственный в мире настоящий каменный трон, найденный на нашей экспедиции в 2001 году. Вероятнее всего, на этом острове проходили жреческие собрания. Рядом с троном дольмены, камни-менгиры, треножники, таинственные каменные лабиринты, которые называют вавилонами. Все эти объекты однозначно сделаны людьми. Так предполагают исследователи. Часть этих мегалитических сооружений, я говорю о так называемых вавилонах, распространенных на побережьях нашего Крайнего Севера. Это идеальный для древних мореплавателей система идентификации островов, иногда похожих, как две капли воды, для того, чтобы издалека, не выходя на берег, можно было с уверенностью сказать, мимо какого острова, мимо какого берега ты проплываешь. И вот единственным рельефным рисунком, который был четко контрастно виден на относительно ровном побережье, был рисунок, четко повторяющий современные северные лабиринты. До сих пор ученые не могут прийти к единому мнению, для чего служили каменные лабиринты. Некоторые предполагают, что их геометрия является некой базовой матрицей для очень большого круга явлений в культуре всего человечества. В частности, и наши жилища представляют собой не что иное, как упрощенный вариант лабиринта. Но в таком случае вполне допустимо предположение о том, что и территория Ирия-Рая должна была обустраиваться по такому же принципу. И эти лабиринты – миниатюрная модель мифической страны. Но есть и более прозаические версии. Есть, например, версия, что они служили ритуальным каким-то целям. Есть предположение такое экзотическое, что это схема рыбных ловушек. То есть вот как должны были сети ставиться, чтобы рыба заходила. Я считаю, что лабиринты – это солнечные часы и календари, потому что на севере Заполярье это самый необходимый инструмент ориентирования в пространстве и времени, особенно в той части, где солнце не заходит за горизонт. Не исключено, что монахи-отшельники, которые в 15 веке пришли на Соловки и заложили здесь обитель, знали об этих местах гораздо больше, чем нынешние исследователи. И знания свои монахи могли черпать из разных источников. Вполне вероятно, они знали, что трон, как и другие расположенные рядом с ним мегалиты, это остатки Дворца Богов, того самого, о котором говорится в историческом манускрипте «Тексты строителей», что хранится в древнеегипетском храме Ветфу. В манускрипте рассказывается, что до начала гигантского наводнения далеко на севере стоял храм богов, ориентированный по созвездию Ориона. В древности в этих местах кипела жизнь, и каменный трон служил для особо важных церемоний, проводимых жрецами. Молельных домов обитатели Ирия Рая не строили, они поклонялись богам под открытым небом. Далеко не все объекты, обнаруженные на Словецком архипелаге, находят объяснение у исследователей. Например, разбросанные на вершинах Кузовских островов геометрически правильные шары из кварцита. Их происхождение – полная загадка. Человеческий лик, проступающий на каменном массиве острова немецкий кузов, тоже загадка. В причудливых складках скалы распознается нос, рот, подбородок и глаз. Только один глаз. Но рукотворно ли это каменное лицо, напоминающее образ эллинского одноглазого бога войны Ариса? Или его прообраза, такого же воинствующего скандинавского Одина? Вполне возможно. Однако скульптором могла выступить и сама природа. А руки и технологии древних обитателей здешних мест лишь довели сходство с человеческим лицом до совершенства. Конечно, это рукотворно. То есть это не ледник там сажал, так сказать, так точно на такие здоровые камни, на более мелкие. Вот. Другой вопрос, как это сделано, для чего это сделано. Мог ли такой стукан служить обитателям Ирия Рая в качестве, скажем, символа боевого духа и воинской славы? Как у тех же эллинов. Загадка. У древней северной цивилизации, согласно легендам, не было врагов. И ее обитатели ни с кем не воевали. Тогда что это? И кто мог создать такого гиганта? На этот вопрос тоже нет ответа. Пока. Много легенд, сказаний есть, что здесь раньше жили трехметровые люди, которые строили большие здесь стены. Что здесь вообще на севере рай был когда-то. Женщины вообще никогда не умели здесь плакать. Все время только весело. Был ни воин, ничего не было. А куда же делись гиганты? Об этом история умалчивается. Здесь и я ничего не могу сказать даже. У других мегалитических объектов, обнаруженных экспедициями на том же архиепелаге Кузова, похоже, есть свои объяснения. Например, вот такие массивные плиты, покоящиеся на трех маленьких камнях. Известно, что дельфийские пифии, то есть жрицы-прорицательницы, совершали свои предсказания, сидя на похожих каменных треножниках. И обычай этот, возможно, пошел как раз из волшебной страны с названием Ири и Рай. Во всяком случае, первыми жрецами дельфийского храма, как утверждали летописцы, были именно северные пришельцы, которые после катаклизма мигрировали на юг. Значит, предположение, что подобные мегалиты с островов в Белом море, ритуальные треножники жрецов Ири и Рая, вполне имеет право на существование. Пирамиды, обнаруженные на Беломорских островах и на Кольском полуострове, заслуживают отдельного внимания. До недавнего времени многие исследователи считали, что одними из первых на нашей планете стали возводить пирамиды древние египтяне, и самым ранним постройкам не менее 4,5 тысяч лет. Однако исследователи русского севера считают, что возраст пирамид на том же архипелаге Кузова может составлять около 10 тысяч лет. Кроме того, ученые установили, что все обнаруженные на островах в Белом море пирамиды ориентированы по сторонам света. Да, они значительно уступают по величине египетским, но вполне вероятно, что являются прообразом всех пирамид на планете. Ежегодно на Соловки приезжают тысячи туристов. Именно здесь находится знаменитый Соловецкий монастырь, одна из главных православных святынь России. Однако есть и другие, менее известные достопримечательности. Особенно ими богат Большой Заяцкий остров. Я уже фактически ступаю на территорию острова, и по правилу от меня руку начинаются древние объекты. Самый первый из них, это, видите, большой камень, лежащий на двух других, это алтарь. Вероятнее всего алтарь, посвященный богам Нижнего мира, потому что сразу же за ним идут могильники. Таких небольших каменных холмиков, однозначно сложенных вручную на Большом Заяцком острове, около тысячи. С тем, что это могильники, не спорит даже официальная наука. Когда несколько из них раскопали, в основании были обнаружены останки древесного угля и человеческого тлена. Кроме могильников, на острове много каменных лабиринтов. По одной из версий, они отделяют мир мертвых от мира живых. Интересно, что на Кузовских островах каменных артефактов найдено многое. Но ярко выраженных могильников здесь нет. Возможно, это не случайность. По нашему мнению, Кузовской архипелаг являлся сакральным центром, где проводились жизнеутверждающие культы. То есть культы, связанные с жизнью. А Соловки – это скорее элизиум окружающего мира, то есть страна мертвых. И поэтому вот по возможности умерших доставляли сюда, согласно традиции сжигали. В лабиринтах, которые присутствуют здесь, совершали какие-то таинства и обряды. Здесь же на Большом Заяцком острове царь Петр I поставил церковь Андрея Первозванного. А это, как и строительство монастыря на Соловках, возможно, тоже не случайность. Ведь возводился христианский центр на месте древних культовых сооружений. Все, что христианская культура могла, она, конечно, уничтожила, чтобы заместить, предложить свое. Это естественная борьба, наверное, за новый стиль жизни. Но то, что она не смогла победить, она окрестила. То есть, скажем, храм ставился на камни, и камень часто даже встраивался в стену либо рядом оставался. Если и был такой замысел у основателей Соловецкого монастыря, заместить с собой языческие святыни и заставить людей забыть о них, то он вполне удался. Тысячи людей едут сюда, чтобы поклониться христианским святыням. А вот про могильники и лабиринты мало кто знает. Но они все-таки сохранились. И ясно свидетельствуют, что еще задолго до возникновения Руси и на Кузовах, и на Соловках кипела неизвестная нам жизнь. Жили люди со своей религией, культурой, представлениями о мире. В существование этой древней цивилизации верят немногие. Ученые, которые занимаются изучением Ирия Рая, не признаются научным сообществом. Искателей без специального исторического образования вообще никто не берет в расчет. Но эти люди все равно продолжают свои поиски и ищут свою райскую страну на крайнем севере. Она важна, потому что она обращает нас внутрь себя. Она заставляет нас исследовать наше прошлое. И когда мы погружаемся в это, мы обнаруживаем те горизонты, так сказать, те вещи, которых мы даже не знали, как существовать. Время стирает в пыль даже камни. Но над мифами оно невластно. Миф о счастливой стране, где нет горя и зла. И где люди нашли вечный источник жизни, один из самых устойчивых у славянских народов. Названия у этой страны разные. Ири, Беловоди, даже Шамбала. Но во всех случаях это затаенная мечта человека об утраченном рае, куда хочется вернуться.